Медицина уже долгое время является хелесовой пятой нашей страны. Несмотря на то, что власти уверяют, что качество медуслуг растет как на дрожжах, люди, посещающие больницы и поликлиники, с ними не согласны. В субботу в Иванове прошел митинг за достойную медицину. Акции протеста проводятся еще в восьми городах. Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Екатеринбург, Новосибирск и ряд других городов. Сегодня люди выступают за прямую реализацию 41 статьи Конституции, гарантирующей гражданину бесплатную медицинскую помощь. В свою очередь данное мероприятие является акцией солидарности гнетенных работников медицины и пациентов. Нынешнее положение дел не устраивает ни тех, ни других. Врачи недовольны заработной платой. Нагрузки, по их мнению, она не соответствует. Тогда как сотрудникам правоохранительных органов и военным довольствие повышают регулярно, в сфере здравоохранения все так и остается на уровне обещаний. Пациенты также недовольны, ведь в последнее время все чаще их заставляют платить за то, что по Конституции им положено бесплатно. Медицина нас должна бы обеспечивать по Конституции. Сегодня к этому совершенно не готовы, потому что денег на это, на то, чтобы каждого лечить, в стране нет. Деньги пропали в Министерстве обороны, которая в этом не нуждалась. Настолько это мы видим. А простому человеку лечиться сегодня совершенно нет возможностей. И сам человек еще это не осознает. Не говоря уже о том, что в некоторых случаях люди лишаются медицинских услуг. Как, например, в Юрьевецком или Гаврилово-Пасадском районах, где недавно из-за нехватки специалистов были закрыты детские отделения ЦРБ. Но и врачей понять можно, работать за копейки на благо общества сможет не каждый. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.